Риппл Технологии настолько прогрессировали, что такие вещи как автомобили с автоматическим управлением стали реальностью. Но один сектор действительно отстал, и это международные платежные переводы. В эпоху интернета, где все происходит моментально, международные транзакции могут занимать от нескольких дней до нескольких недель. Во всем мире ежегодно совершаются трансграничные платежи на сумму 180 триллионов долларов, а совокупная стоимость проведения этих транзакций составляет более 1,7 триллиона долларов. Если вы когда-либо делали трансграничный платеж, то вы должны знать о дорогостоящих сборах даже в таких сервисах, как PayPal. Оформление международного платежа с помощью PayPal стоит около 2,9%, и это без учета потери денег из-за невыгодного курса конвертации валюты. Ripple стремится изменить это и сделать международные переводы быстрыми и дешевыми для всех. Ripple для банков это то же самое, что интернет для мира, поэтому они называют эту концепцию интернетом ценностей. В отличие от биткоина, целью которого является удаление банков как посредников, банки для Ripple являются одними из крупнейшими их пользователей. Ripple это открытая сеть платежей для цифровой и фиатной валюты, а также частная компания, целью которой является снижение стоимости международных платежей. В наши дни клиенты мечтают о простом и недорогом способе мгновенно отправлять и получать деньги, однако существующие платежные системы этого не позволяют. Основную проблему, которую пытается решить Ripple, лучше всего можно понять на следующем примере. Представьте себе человека в Соединенных Штатах, который пытается отправить деньги в Мексику. Как вы можете видеть, между отправителем и получателем существует множество остановок, каждая из которых не только замедляет транзакцию, но и берет комиссию за транзакцию. Распределенная финансовая технология Ripple стремится обойти эти ограничения, используя свою более эффективную платежную сеть. XRP третья по величине криптовалюта и один из самых быстрых и масштабируемых цифровых активов. Его основной вариант использования заключается в том, чтобы выступать в качестве промежуточного актива для преобразования из одной фиатной валюты в другую. Когда XRP был создан, Ripple изучал использование счетов Ностро банками довольно досконально, и они обнаружили, что использование общей промежуточной валюты, такой как XRP, потенциально может сэкономить банкам значительную сумму затрат на обработку платежей. Если банки начнут использовать Ripple с Interledger X Current, то они повысят экономию до 33%. Однако если банки решат использовать XRP в качестве промежуточной валюты, уровень экономии увеличится до 60%. Транзакции XRP настолько недорогие, что едва заметные, составляют лишь доли процентов. Также XRP тратит меньше 4 секунд на транзакцию. Именно такая скорость будет поддерживать глобальную коммерцию для Ripple. Масштабируемость также важна для платежной системы, которая должна поддерживать транзакции в глобальном масштабе. XRP работает со скоростью 1500 транзакций в секунду. Кроме того, функция канала платежей позволяет регистру XRP обрабатывать транзакции со скоростью более 70 тысяч в секунду. А также XRP может масштабироваться по горизонтали, до еще более высоких скоростей, что превышает показатели даже в централизованных сетях обработки платежей, таких как, например, Visa. RippleNet – это название экосистемы, созданной Ripple. Она включает в себя три основных продукта – XCurrent, XRapid и XVIA, а также XRP Ledger с открытым исходным кодом. Каждый из них решает разные и уникальные проблемы, которые включают следующие – глобальные платежи, ликвидность по требованию и деловые платежи. Короче говоря, RippleNet представляет собой комбинацию всех этих элементов. XCurrent ориентирован на обработку платежей для банков и других платежных систем. XRapid обеспечивает ликвидность по требованию, получая XRP от криптовалютных бирж. Алгоритм Ripple автоматически находит самый быстрый и дешевый путь между двумя валютами. Когда банк подключен к XCurrent и XRapid, он может работать с XVIA. XVIA – это инструмент для взаимодействия предприятий с сетью XCurrent. По сути, это интерфейс, который позволяет компаниям отправлять или получать запросы на оплату в свой банк и из него, используя XCurrent и XRapid для обработки платежей. Наконец, все платежи проходят через систему RippleNet, которая неразрывно связана с протоколом Ripple Interledger. Протокол Ripple Interledger может соединить все платежные сервисы в мире и обработать платежи во всех сетях и регистрах. Будь то Visa, PayPal, Western Union или даже JP Morgan. Сеть Ripple может обеспечивать бесперебойные платежи без границ в считанные секунды всего за доли цента. А также Ripple может соединить все эти платежные сервисы с любой другой криптовалютой и блокчейном. Ripple фактически может стать резервным стандартом для многочисленных платформ и сетей, что делает его самым доминирующим денежным активом в мире. Говоря о связях, недавно JP Morgan всколыхнул криптомир, объявив о выпуске банковской криптовалюты JPM. Не секрет, что банки уже участвовали в этой гонке вооружений для создания следующей большой технологии блокчейна. Большинство известных сайтов настраивают публику против XRP, утверждая, что этот токен будет плохим. Тот факт, что крупный банк с Уолл-стрит, такой как JP Morgan, хочет выйти в криптопространство со своим собственным, привязанным к фиату, токеном, является явным признаком того, что криптовалюта на один шаг ближе к достижению всеобщего признания в банковском пространстве. На самом деле это может быть одной из самых оптимистичных вещей, которые случились с XRP. 16 мая 2017 года JP Morgan и Ripple приняли участие в мероприятии, где они провели демонстрацию вместе с Ripple и Quorum. Представьте, что будет с XRP, если JPM объявит об использовании XRapid. Ripple имеет масштабную стратегию, в рамках которой он сотрудничает с банками и компаниями по всему миру. Прямо сейчас Ripple уже сотрудничает с сотнями клиентами, банками и финансовыми учреждениями. В 2016 году Ripple заключил альянс с японским гигантом финансовых услуг SBI. Результатом альянса стало новое бизнес-подразделение SBI под названием SBI Ripple Asia. Целью этого альянса является создание отдела продаж по всей Азии для продажи и установки корпоративных решений Ripple для трансграничных платежей. Кроме того, Ripple имеет в своем распоряжении множество инструментов для продвижения XRapid и использования XRP. Ripple имеет твердое доказанное лидерство, помогающее направлять его рост и принятие. Это суперзвезды. Если вы не знаете, кто такой Брэд Гарлингхаус, то вот вам немного информации о нем. Он работал на Yahoo. Брэд Гарлингхаус это лидер, который верит в эффективную и конкретную направленность организации. Хорошо иметь генерального директора, который не откажется от основного видения XRP, быть лучшим цифровым активом для платежей. Что касается других руководителей Ripple, то можно сказать, что эта группа является реальными лидерами в вопросах трансграничных платежей. Ripple столкнулся с серьезной критикой со стороны криптосообщества из-за его централизованного характера. Важно отметить, что Ripple предпринимает шаги в направлении более высоких уровней децентрализации. Ripple находится в процессе расширения нодов блокчейна, которые проверяют каждую его транзакцию. Это означает, что по мере того, как все больше банков и предприятий будут использовать Ripple Network и XRP, сеть не только сможет обрабатывать весь объем за считанные секунды, но также станет одной из самых децентрализованных в мире. И это важно, потому что это будет препятствовать тому, чтобы какие-либо учреждения, правительства или люди получили господство или влияние над системой. В настоящее время быстрее положить свои деньги в портфель и перевести их в другую страну, чем отправить их через банковский перевод. Время ожидания и сборы которого очень архаичные. Каждый год крупный банк обходится без блокчейна, а триллионы сбережений теряются из-за неэффективности наших международных платежных систем. И это лишь вопрос времени, когда банки и другие финансовые учреждения начнут использовать цифровые активы в своих повседневных деловых операциях. XRP тогда будет максимально успешен, потому что он имеет цель, позволяющую финансовым учреждениям быстро, дешево и легко отправлять деньги через границу. А если вы досмотрели это видео до конца, то дайте мне знать в комментариях, как вы относитесь к XRP в 2019 году. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»